Добрый вечер, дорогие друзья! С вами проект «Живая книга на карантине». Сегодня у нас очередной вечер из цикла «Вечеров с писателями». И наш разговор сегодня пойдет о Марине Бородицкой. Мы почитаем ее произведение, прочитаем ее стихи и познакомим, если вдруг кто не знает Марину Бородицкую, с ней как действительно с выдающимся удивительным драконом. Даже если вы не знаете Марину Бородицкую или вы думаете, что не знаете Марину Бородицкую, на самом деле это не так. Даже если вы никогда не держали в руках сборник поэзии Марины Яковлевны, это не означает, что вы не слышали ни одной рифмы, сложенной Мариной Бородицкой. Все знают Груффало. А ведь Груффало русским читателям подарила Марина Бородицкой, кроме одного слова. Но об этом я расскажу в другом эфире, который будет посвящен поэту переводчику Григорию Кружкову. А сегодня я просто назову другие хитовые переводы Марины Бородицкой. Итак, Груффало, Тюлька. Одна из самых любимых в семье книжка «Улитка и кит». Милая, трогательная и переведенная настолько здорово, что когда мне захотелось обратиться к английскому тексту, даже показалось, что русский текст гармоничнее, милее и музыкальнее. Ну, может быть, это только мое мнение. И, конечно, все с самого раннего детства знают королевские считалки. Книжка «Королевские считалки» – это сборник замечательных английских поэтов. И это и Аллан Александр Милл, и Роберт Льюис Стивенсон, и, конечно, это Джеймс Ривз, и народные стишки и считалки. Сегодня мы с моим замечательным помощником прочитаем вам заглавную королевскую считалку из этой книжки. Яся прочитает королевскую считалку, и вы оцените, насколько потрясающий, здоровский, игривый и веселый может быть перевод обычной считалки. Оехали! Королевская считалка Стать в одной стране восточной, где, я не припомню точно, жил король на память знавших замечательный стишок. Если день случался грустный, или ужин был невкусный, или нужно было выпить очень горький порошок, если он грозы пугался, в тронной речи ошибался, или больно ушибался, подскользнувшись на копке, если он портел от злости, что опаздывают гости, или подпадались кости в королевском пирожке, когда стреляла в ухи, и когда кусали мухи, и дороги то не вез, чтоб забыть про огорчение и повысить настроение, он шептал себе под нос. Шестью шесть, тридцать шесть, разделить на восемь, два в остатке, три в умея, единицу сносим, шесть прибавить, семь отнять, что же получаем? Пятью пять, двадцать пять, и ватрушку сучаем. Если вдруг разгар советов нарушения этикета, главный королевский канцлер начинал во всю зевать, или вдруг за спинку трона шумом падала корона, и корону приходилось оливарной доставать, и когда какао стоило, и глаза щипало мыло, или брызгали чернила в иностранного посла, и когда король в субботу не поехал на охоту, потому что королева ружья в чистку отнесла. Словом, если удручали все возможные печали, и сердце любой пустяк, каждый раз, как вручалку, повторял король шепталку, и шептал при этом так. Шестью шесть, тридцать шесть, разделить на восемь, два в остатке, три в умея, единицу сносим, шесть прибавить, семь отнять, что же получаем? Пятью пять, двадцать пять, и водружку с чаем. Класс, спасибо. А еще королевская считалка совершенно гениально оформлена. Ее отрисовал замечательный художник Михаил Федоров, и каждая страница в этой книге это подлинное пиршество для глаз, и подлинное пиршество для слуха, потому что это потрясающе звучит, и потрясающе выглядит. Вот немножко, чуть-чуть мы рассказали о многоголовом драконе Марине Бородицкой как о переводчике. Но, как я уже сказал, всякий переводчик это еще и настоящий поэт. И Марина Бородицкая, конечно, знакома многим с детства, потому что вот эта книжечка, я, например, помню ее очень хорошо еще 20 лет назад, она была такой же милой и привлекательной, и опять тут, конечно, Михаил Федоров, убежало молоко, убежало молоко, убежало далеко, вниз по лестнице скатилась, вдоль по улице пустилась, через площадь потекло, постового обошло, под скамейкой проскочила, трех старушек подмочила, угостила двух котят, разогрелась и назад. Вдоль по улице летела, вверх по лестнице пыхтела, и в кастрюлю заползло, отдуваясь тяжело. Тут хозяйка подоспела, закипела, закипела. У Марины Бородицкой, к счастью, выходят книжки, если убежало молоко, это, скорее всего, книжки еще написанные для детей, то сейчас поэзия Марины Бородицкой обращена уже к внучке. Вот, например, образец Майкины книжка. Милейшая поэзия для самых-самых маленьких. Вот такое вот строго дошкольное чтение, но при этом не избавленной от таланта и обаяния Марины Бородицкой. Замечательный есть сборник, я о нем должен сказать. Это такой... Тут дракон приобрел себе еще одну голову в виде Натальи Тумашковой. Телефонные сказки Маринды и Миранды. Книжка оформлена замечательным художником Натальей Корсунской, поэтому опять пиршество для глаз, пиршество для ушей. Очень рекомендую эти веселые, остроумные и парадоксальные сказки. Ну, я в свою очередь хотел бы прочитать еще несколько... Да, и, конечно, сборник про щенка Мартына. Книжка вышла достаточно давно, она в 2012 году вышла. И когда только она появилась в продаже, я ее взял, естественно, на вырост. Дети еще тогда были совсем маленькими, младшие, но я понимал, что это кайф и классика, и сам от книжки не мог оторваться, поэтому придумал отличный предлог, а куплю я ее детям на вырост. Ну, в общем, на вырост она и пригодилась. Ну, и сборничек, который вышел в Компас-Гиде, это не совсем поэзия для детей, это все-таки для тех, кому за 10, равно как и сборник крутится-вертится, это уже для нашей более старшей аудитории. Ну, а я, собственно, прочитаю по одному стихотворению из двух сборников с музыкой и пением. Вот у нас недавно тут был праздник 9 мая, мы читали солдатские сказки, а вот сегодня я под настроение хочу прочитать что-то совсем такое пацифистское, в кавычках, но при этом все равно очень милое и дробительное. Пластилиновое войско Пластилиновое войско на врага идет войной Пластилиновые трубы наступления трубят Пластилиновые всадники шеренгою двойною скачут над передовую Конник лапки храпят Пластилиновый противник укрепился за бугром Барабанщик парой спичек в барабан упругий бьет Пластилиновые пушки низвергают страшный гром Ядра плющатся в лепешке налепляясь на комод Вот войска соприкоснулись в рукопасочную сошлись Миг и замерли на месте Все застыли как один И вояки забияки поневоле обнялись Потому что слипся в кучу разноцветный пластилин Пластилиновые воины все кончаются вот так И в коробке спят в обнимку все вчерашние враги Чтобы завтра превратиться в кошек хрюшек и собак И для кукольного пира свадебные пироги Ну и бумажный зонтик последний сборник Марины Бородинской о котором я сегодня скажу Итак последнее стихотворение на котором мы сегодня с вами простимся называется колдунья не колдуется сердит колдунья дуется на целый белый свет колдунья не колдуется и вдохновения нет наколдовал их завтраку из Африки банан а появился здрасте вам из Арктики буран наколдовал к ужину в стаканчике пломбир но убедилась с ужасом в стаканчике кефир ну что за невезение ну что за наказание не радует ни пение ни даже рисование нарисовала курицу а вышел пистолет сидит колдунья дуется на целый белый свет а может быть кто дуется тому и не колдуется спасибо